Итак, с вами ДопГ, мы продолжаем играть в Виктория 3 с новым бета-патчем. Если вы еще вдруг не подписали, подписывайтесь, а у нас предстоит какая-то супер-русская война. Но мы постараемся, как в этой супер-русской войне, хотя бы выжить, но в идеале, конечно, победить Пруссию и Османа, и как-то вымириться с французом. Черт, предатели на французах. В любом случае, у меня появилась идея, где у нас можно поменять приказ, и да, эти ублюдки засунули приказы в генералов. Я в целом понимаю логику, мол, этот генерал у нас атакует, тот защищается. Но почему нету кнопки на всю армию? Это же жесть. А если у вас там будет 4 генерала, то каждому должен переставить. Защитка какая-то дичь, если честно. Короче, план какой? Мы поставим защите, и тихонечко такими высадками из нашей цитали будем бить рожи. Наверное, Османа в первую очередь, но может еще и Пруссикам, потому что я думаю, что Ишка вряд ли все еще защищена от высадок. А флот у нас, я обращу внимание, на самом деле неплохой. 61 корабль. По качеству я не думаю, что они сильно различаются по той простой причине, что пока что еще и нет особо качественных других кораблей. Поехали. Также мы нанимаем дополнительных генералов из военных сил, и их продвигаем, чтобы у нас появились так называемые прекрасные флаги. Кстати так, и расходы для армии мы тоже повысим, я думаю, чтобы мораль быстрее установилась, в общем-то, чуть-чуть посильнее были. И вот эти самые флаги 20% влияния. Надо еще каких-то парочек генералов подподнять. Вот, например, вот это. Видите, с каждым новым званием появляется у них больше влияния в этой партии. Также можно, в принципе, густить какие-то партии, которые вы хотите густить. Давайте-ка также нажимаем поднять всех вот этих вот. Подождите, это же... Я правильно понимаю? Так, подождите, сначала я должен... Да, сначала я должен сделать вот так. Типа во время... Я понял, как это работает. Типа вы делаете вот так, и во время войны вам, типа, при нажатии той кнопки поднимаются сюда. Мобилизованные люди. В этом есть смысл с той точки зрения, что, мол, если у вас полностью армия на этих самых... Как, не добровольцев, мобилизованных, то у вас здесь будет ноль. Но, типа, условно она будет существовать, и вы будете нажимать кнопку «Войну». Я немножко, наверное, многовато сделал, но сейчас узнаем. Итак, пока здесь нету французской армии... А, ну, как нету французской армии? Сейчас она будет, французская армия. Поэтому я бы не хотел наступать пока что. Нас новый генерал сразу хочет наступать. Говорим, нельзя. Здесь смотрим, чтобы наши генералы не наступали. Есть один, меняем. Все, нам защищаться. Потому что нас, я думаю, будут очень жестко долбить. Немцы и французы. Также давайте подмершим, наверное, наш флот. У нас есть вот эти корабли. Давайте попробуем, смотрите. Давайте сделать вот так. И это мерит их полностью. То есть мы делаем то же самое вот с этими. И они тоже мерятся. Отлично. Смотрим, где у них есть войска. А видим, что здесь их как раз таки и нету. И давайте вот эту... Эту используем здесь. Кстати говоря, стоит обязательно его поднять, я думаю, того адмирала, чтобы он не имел каких-то дебафов во время битвы. И смотрим, что у нас здесь происходит. На нас атакуют. Но у нас абсолютное преимущество и по числам. И по статам. Потому что мы в защите. Хотя здесь по числам нету, кстати. Это хорошо. На этом фронте пока беспеременно западным. Еще есть очень странность такая. Что, смотрите, я хочу вот этой армии высадиться вот сюда. Вот этот флот мне недоступен, который находится в Балтике. Потому что он уже где-то задеплоен, мол. Почему они не могут его передеплоить? Я не знаю. Типа вам приходится его вот так вот поставить. Либо в другой какой-то регион, видимо, поставить. И уже после этого вы можете так сделать. Теперь у меня эта армия... Да, вяжелась какой-то бой. Как говорится, русский с хуй. С немецкой губой. И французской. Побеждаем, по ощущению. Кстати, да. Мы, смотрите, сделали этим мувом что? Мы разделили фронт. Из-за этого что-то опять сломалось у них. Что нам в целом скорее выгодно. Но нужно срочно действовать. И наши войска действуют. Возможно, мы сейчас блицкринжанем и победим быстро. Вот здесь наша армия так. Только надо поставить вот здесь вот, чтобы они продолжали атаковать. И на этом фронте, пока здесь никого нету, вы тоже, ребята, пожалуйста, атакуйте обязательно. И как только они доехали, наши ребята начали атаковать. Нет, пожалуйста, так не делайте. И здесь, смотрите, здесь странно. Почему-то у меня стоит атаковать, но ничего не происходит. Они типа ждут, пока французы дойдутся, чтобы был честный бой или что? Как будто да. Но зато у нас в другую сторону пошла еще фронт. И здесь у нас финны. А здесь мы. Но, о, мы начали пушить. Отлично. Окей, османы мы скорее всего сможем капнуть здесь. Ай, куда моя армия улетела? Они все еще типа здесь. Но говорят, что у нас 18, а у них 116. Но это не может быть правдой. Наша армия имеет 112 здесь. И они уже здесь. Что? У нас появилась профессиональная армия, это прекрасно. Давайте сделаем вот так, потом обратно назначим сюда. Я не знаю почему, но... Они не здесь. Но их здесь нету. Это же неправда. Их здесь нету. Но нас вот эту армию только бьют. Они не здесь. Почему? Кто сломалась? Почему эта армия отказывается на фронте быть? Смотрите, это Первый Молдавия фронт. Они находятся в Первом Молдавии фронте. При этом... 18... Это как раз таки седьмая наша армия. 18. А эти ребята, вот... Ну, где они? Я типа туда-сюда сейчас еще раз нажимаю. Но это какой-то бред, если честно. О! Туда-сюда еще раз нажал, и наконец они засчитались. Все, пожалуйста, в обороне сидите. С от обороны, я надеюсь, вернем какие-то провинции. Здесь, видите, ситуация обернулась, как говорится, не совсем в нашу пользу. Поэтому надо сюда выйти. Мы нанесли урон, который хотели нанести. Давайте также сделаем еще какую-нибудь диверсию. Высадимся просто на Кипре, потому что... Нужно такие любые мелкие вещи. И мы можем побеждать, побеждать эти самые вещи. И, да, эта армия... Господи, ну... Не дают нам шанса даже выйти отсюда. Но надо выбегать отсюда однозначно. Опять-таки, урон, который мы хотели нанести, мы нанесли. И я, кстати, вижу вот здесь вот, что можно перейти в атаку. Мы переходим в атаку, значит. На Кавказском фронте никого нету, давайте там попробуем попушить. Тем более, пока османские силы заняты, видите, Египтом. Нужно пользоваться этим моментом. И здесь у нас прусская армия куда-то сбежала. Давайте напомним прусакам, что сбегать с такого фронта нельзя, не капитулировав перед этим. Но, смотрите, здесь есть разные виды наступления. И интересно, из-за чего? Из-за того, что у него какой-то левел или что, не знаю. Ну, в общем-то, есть просто Атванс. Плюс здесь есть атаки. Есть. Плюс здесь есть атаки и какие-то еще бонусы. Здесь вообще беспощадный. Очень много убиваем. Теряем много морали. Истощение. Я думаю, вот это надо нажимать. Вот это выглядит самым таким нормально. Давайте попробуем. Поставили. 77. Плюс аки отсюда повыводили много войск. Ощущение. Мы должны их, да, побеждать. И мы так и делаем. Шикарно. Здесь мы тоже что-то подпушили. Здесь надо опять вставать в защиту. Да, новая война чуть-чуть выглядит интереснее. Справедливости ради. Вот они сейчас опять будут куда-то, наверное, свою армию везти. А мы что сделаем? Мы сделаем заново высадку. Типа вот так. И нормально. Блин, и вот эта вот огромная битва была за небольшой кусочек всего лишь. Это не так весело. Но бои, видите, пошли сразу и на севере, и на юге. То есть намного активнее. Мы реально, может, сможем пропушить. И да, очередной раз мы здесь взяли и высадились куда надо. Хотя сейчас я чувствую, видите, нас французы здесь подожмут. Они вот отсюда сбежали. Мы, соответственно, тоже опять джонглируем нашими войсками. И опять нашу армию так. Перемещаем отсюда подальше. Разводить яишку все так же можно. Соответственно, до нас бегают. Другая армия идет на выставку. Французы здесь сейчас делают что-то. Вернут территорию. Но мы уже поддержали их оккупированными. И даже наши здесь, смотрите-ка, союзнички заходят. И успеют поддержать этих французов. Так, как мы идем сюда. И здесь пока никого нету. Мы вернем территорию. Ну как, захватим новые. Нам. И пруссак-то, смотрите. Падает, падает пруссак потихонечку. Конечно, перемалывает наши войска немного. Но справляемся. Очередной раз, видите, французы сюда перебрасывают силы. А мы. Так немножко со смешком. Эти силы перебрасываем опять. Другое место. Нас теперь предлагают перемирие. Мол, ебите Пруссию как хотите. Репарации. Восточная Пруссия. Ну давайте нам до добру же вы унижаетесь. Интересно, подрусаки с таким согласны? Лично я с таким, конечно же, не согласен. Потому что османов мы тоже победим. И давайте сделаем нашим направлением наступление Берлин. Если так можно стало. Возьмем, как это будет вообще работать. Будет ли. И несколько битв для выездки. И мы опять справились. Шикардос. Ну французы вот сюда уже отправляются снова. А мы, я так понимаю, отсюда. А еще мы усаживаемся в Африке, чтобы пойти душить немножко французов. И Финляндия высадилась во Франции. Жесть. Что вообще происходит в этой сумасшедшей игре? Все еще мы здесь никак не можем территорию вернуть. Здесь какие-то окопы начали рисовать. Пароходы. Но нам бы можно, пожалуйста, нарисовать провинции возвращения. Здесь миллион битв прошло. Мы там вроде как побеждаем. Вот здесь вот мы побеждаем, но что-то захватываем. Хоть и как-то безумно медленно на самом деле. Но допустим, по одной провинции. Господи, ну и захваты. Когда нас в два с половиной раза больше. А если по именно числам, то нас в десять раз больше. Потому что девяносто один это лишь на бумаге. В реальность у них там восемь тысяч. Что, кстати, удобно теперь смотреть. Да, давайте вранцузов подушим. Нет, нам нужно, кстати, душить, не знаю, османов. Ну и да, делаем все выставки, где можем. И Пруссия капитулировала успешно. Взяли мы все восточную Пруссию. Репарации получили. Репарации, кстати говоря, это очень хорошо. Это нам сейчас экономику подбустит. Можем построиться побольше. И это даст нам возможность в войне не сильно ориентироваться по деньгам. Ну, то есть у нас теперь есть бюджет. Тринадцать тысяч четырнадцать мы получаем с Пруссия. Нет, десять тысяч. И смотря, я к сфере три и шесть приятно. Теперь вся наша армия идет сюда. Это тоже забавно. Было бы неплохо, наверное, куда-то во Францию высадиться. Но я чувствую, что если мы не вернем наши территории, вот эти, то мы заберемся на плохих условиях. Хотя сейчас мы можем уже замериться на Белый мир. Если что, такая опция будет, видимо, всегда. И я так понимаю, я все еще не могу замериться никак с Францией на Белый мир. Типа вымереть сепаратно ее только через саму Турцию. Османов. Ну, наши армии теперь движутся на восток. Должно стать получше все. Да, и там все еще бои какие-то нас, видите, душат. Предлагают химилейт. Удачи. Ну, и настало намного больше на всех фронтах. Так, пожалуйста, можно нам не капитулировать в победной ситуации. Было бы неплохо. И Франция вымерялась на Первый мир. У-у-у. Ну, все, турок. Сейчас будешь огребать. И, ребят, я ставил просто невероятный договор. Плюс 16, потому что я успел отбить их точку здесь. Но не успел захватить вот эти, к сожалению. Надо целью, наверное, войны ставить какие-то вот такие вот территории, которые просто захватываются. И у меня уже минус 100. В основном из-за, видите, потерь. И из-за потерь мы типа уже все, все устали. Ну, что можно сказать на это? Ладно. Мир в итоге получился не самым лучшим. Но у нас теперь появилось две марионетки на Балканах. И мы еще жестче подушили Османа. И самое главное, Пруссию. Хотя, блин, я был бы не против с ними дружить. А вот они, видимо, против. И наша экономика из-за этого немножко не успела сильно развиться. Но как получилось, так получилось уже. Я думаю, пора, пора снова пытаться избавиться от крепостничества, крепостного права. Я думаю, в этот раз у нас уже шансы намного больше, потому что и у интеллигенции поддержки больше. Хотя, да, все еще все очень грустно. Давайте запускаем. У нас будут кое-какие проценты. Надеемся, что они прокнут. И я бы очень хотел как-то что-то сделать с нашими дворянами еще жестче. Но пока только так. С 57 до 37 в принципе уже не так плохо. Можно жить. Так что сейчас настало время немножко поразвиваться. Построим мы сектора наши. Позже построим университеты, чтобы дойти до максимально возможного у нас... максимально возможного прироста по технологиям. И дальше уже посмотрим. Греция хочет в защитный пакт. Слушайте, слушайте. Как будто было бы, наверное, неплохо. Сможем ли мы их с нашим каким-то вассалом сделать? Наверное, нет. Но вообще было бы неплохо защитить Грецию от осман. Я думаю, да. Пробуем остановить отношения, конечно же, с Францией. Но и с Пруссией вряд ли получится. А Пруссия теперь наш противник, я думаю, навсегда. Смотрите-ка, наделая с ними торговых договоров, теперь... 20-20, плюс 20 у нас появилось вот отсюда. Делаем вот так. Теперь эти все договоры не отдамажат нам бюрократию. И готовимся их вот сюда позвать. У нас есть от них обещания. Нам нужно всего лишь чуть-чуть еще улучшиться. Сейчас сделаем. И вот. Улучшали, наделали торговых путей с ними. И теперь они часть нашего рыночка. Прекрасно. Это, кстати, неплохое было дополнение. Возвращение в нашу коллекцию, как говорится. Скоро еще исследуем все ЖД. И сможем с инфраструктурой разобраться. Смотрите, какая-то новая механика, компания. Я действительно про это не знал и не видел. Давайте разберемся с ней в следующей серии. А с вами был Допгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны. Лайки, комментарии, твич, 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 все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.